Хорошо, мы с вами возвращаемся к тому моменту, с которого остановились. Сейчас вы поймёте, почему законы так напирают на деторождение и воспитание. 50 Е. А раз ты родился, возвращенный воспитан, можешь ли ты отрицать, что ты наш порождение и наш невольник? И ты, и твои предки. Итак, все афиняне рабы законов, ибо законы породили Афины. Точка зрения понятная. Это уже не соглашение. Не соглашение. Как вы рабы своих родителей, потому что они вас породили, так ваши родители и вы рабы законов, потому что они вас породили. Во-первых, вспомните, какие законы порождают. А во-вторых, проблема в том, что возникает вопрос. Если законы породили Афины, это всё время одни и те же Афины. Иными словами, это всё время одни и те же законы. Если мы говорим про естественные законы, ответ – да. Но эта вещь не идёт о естественных законах, поэтому ответ – нет. Именно поэтому законы подкрепляют этот свой аргумент вторым аргументом. Если же это так, неужели ты считаешь, что твои права и наши права равны? И что бы мы не намеренные были с тобою делать, неужели ты считаешь себя в праве этому противодействовать? Если бы у тебя был отец, то с ним ты не был бы равноправен. То же самое и с твоим господином, будь у тебя господин. Так что, если бы ты от них что терпел, то не мог бы воздавать им тем же. Остановитесь. То не мог воздавать бы им тем же. До этого мы говорили о справедливости как о чём? О том, чтобы не отвечать. Не отвечать злому на зло и... Соблюдать справедливое соглашение. Если законы являются вашими родителями, как ваши родители... Какие соглашения? Да. О каком соглашении может идти речь? Не только о справедливом или не справедливом. Вообще ни о каком соглашении. Естественно. Иными словами, власть отца над сыном, господина над рабом, не подразумевает никакого соглашения. Сократ пытается втиснуть или соединить два подхода к законам. Законы как господин и законы как равный, с которым ты соглашаешься. Если бы у тебя был отец, то с ним ты не был бы равноправен. То же самое и с твоим господином, будь у тебя господин. Но если бы ты от них что терпел, то не мог бы он давать им тем же. Отвечать бранью на брань, побоями на побои и так далее. Побоями на побои и так далее, да. Почему пример больше не злом на зло и не справедливость на несправедливость, а бранью на брань, побоями на побои? Потому что это отсылка к облакам. Наученный Сократом Фидипид, сын богатого крестьянина Стрипсиада, в конце пьесы начинает ругать, то есть бронить, а потом и вовсе бить своего отца. Я рассказывал вам эту историю уже, да? Насколько я рассказывал вам ее. Да, и матери привлечения. Да, да, все, тогда все, отлично. То есть, философия Сократа с самого начала выступала против подчинения отцу как господину. Против подчинения закону как господину. Но как Сократ в облаках возвращает сына богатого крестьянина, в результате чего тот начинает нарушать данный принцип, так здесь Сократ предотвращает возвращение самого богатого крестьянина от того, чтобы он нарушал этот принцип. Неужели же с Отечеством и законами все это тебе позволено? Если мы вознамеримся тебя погубить, находя это справедливость у жена, сколько это от тебя зависит, что вознамеришься погубить нас. И если мы вознамеримся тебя погубить, находя это справедливость. Что такое справедливость? Соглашение. Что могут найти справедливым законы, чтобы убить человека? Нет, из этих двух вещей. Нет, они же первые делают шаг. Нельзя же отвечать несправедливостью на несправедливость. Это же будет несправедливость. То есть, законы не могут отвечать на действия человека. Получается, что законы понимают под справедливостью не то, что мы понимаем под справедливостью здесь и сейчас. Или иными словами, что законы несправедливы в том смысле, в котором мы понимаем справедливость сейчас. Насколько это от тебя зависит? Насколько это от тебя зависит, вознамеришься погубить нас. То есть законы Отечества. И при этом будешь говорить, что поступаешь справедливо. Ты, который поистине заботишься о добродетели. Нет, заботишься о добродетели. Да, заботишься. Или ты уже настолько мудр, что не замечаешь того, что Отечество дороже и матери, и отца, и всех остальных предков. Законы не просто как Отец. Законы и Отечество выше Отца. Потому что оно более почтенно, более свято и имеет больше значения и у богов, и у людей. Да. А у богов есть? Вот. И это тот вопрос, к которому мы возвращаемся, когда касались прадика. Есть ли у богов Отечество? У богов точно есть Отцы. Но Отечество очень сомнительно. У богов и у людей. У тех, у кого есть ум. И перед ним надо благоговеть. Ему покоряться и, если оно разгневано, указать ему больше, чем родному Отцу. Возникает следующий вопрос. Если государство приказывает вам убить отца, является ли убийство отца более справедливым? То есть просто справедливым. Является ли убийство отца, если закон приказывает вам убить отца справедливым? Ну, по Сократу, да. Раскройте это утверждение. Почему, да. По Сократу для Критонов, да. Естественно. Ну да. Почему, да? Потому что закон, да. Что? Потому что законы выше, чем любовь к... Отечество дороже и отца, и матери. Да, законы и отечество. Значит, законы выше отца и отечества. И? Ну и можно, значит. Если тебе государство... Справедливо ли убить собственного ребёнка? Отец выше собственного ребёнка? Нет, если государство тебе приказывает... Хорошо. Если отец приказывает старшему брату убить младшего, это справедливо? Ну, тут же не про законы уже. Почему это убийство будет справедливым? Когда вы вернётесь назад и прочтёте определение справедливости... То есть это действие закона? Нет. Это ваше действие. Просто оно недобровольное. Нельзя добровольно вершить несправедливость. Вершить её недобровольно можно. Когда законы приказывают вам кого-то убить, вы делаете это недобровольно. Поэтому никакой несправедливости вы не совершаете. А вы потом не совершили? То есть он знает, но всё равно совершает. Человек знает, но всё равно... Да, да, да. Это та проблема сократической политической философии, на которую указывает Платон, о которой мы говорим, когда говорим, что точка зрения Сократа не совпадает с точкой зрения Платона. Сократ действительно говорит, что это невозможно. Но мой пример первый же курение. На пачке написано, убивает. Вы знаете, что убивает. Кого это когда останавливало? Знания и добродетель не совпадают на самом деле. Но они совпадают в том учении Сократа, которое Сократ подвигает в массу. А можно ещё вопрос? Конечно. Нужно ещё вопрос, да. Вот вы сказали, да, значит, я поняла, к чему это вы ведёте, да, что когда... Если вы поняли, к чему я веду, я сразу же вас послушаю. Когда мы действуем в соответствии с законом, значит, мы делаем что-то недобровольное. Не просто когда мы соблюдаем законы, а если законы приказывают нам совершить несправедливость, то есть нанести кому-нибудь вред, например, убить отца, эта несправедливость является недобровольной, а значит, не является несправедливостью. И, соответственно, вы остаётесь справедливым, убивая собственного отца по приказу законов. Всё-таки, если вы вводите сюда душу, то есть мы понимаем, что всё равно... Чесал не понимает. Нет, правильно-правильно. Вы вводите сюда душу. Деревые поступки. Вот это вот там... То есть до этого мы обсуждали, и ещё добавляли себя душу. Душу, да. Заметьте, души-то нет. Но здесь нет. Здесь нет, да. Но если вы добавите сюда душу, вы получите ту формулу, которую Сократ высказывает в первой книге государства. Нельзя вредить никому. То есть это просто онлайн-экономер? Это, естественно, разные учения для разных людей. Наша задача попытаться составить какое-то представление о том, что Платон имеет в виду. В чём проблема? Государство, законы приказывают вам убить отца. Вы говорите, я не собираюсь вредить никому и отказываетесь убивать отца. Вы вредите кому-то? Себе. С точки зрения того, что говорит Сократ, здесь вы вредите законом. Ну да. Вредите-таки нет, но законы нет. Ну, мы их как-то не умирим. Губите, губите законы. Губите законы, да. Это противоречие. Вот, значит, когда мы совершаем действия, значит, как я говорила, да, соответствие закона, мы делаем это недобровольно. Вот, а как быть вот с тем, что соглашение, я так не могу понять, второй принцип справедливости. Вот, соблюдать... Что вы хотите спросить, что надо ставить выше, принуждение со стороны законов или достигнутое соглашение? Ну, то есть, у нас как бы, мы же, получается... Хотя это хороший вопрос. Это хороший вопрос, но я хочу услышать его до конца, да? Нет, согласен. Закон? Нет. Если мы делаем это недобровольно, это же, получается, не соглашение? Если закон вас к чему-то принуждает, это не соглашение, конечно. Но именно поэтому примеров-то справедливости два, а не один. У нас нет определения справедливости. Есть два примера справедливости. Они, как и любые примеры, они очень узкие, очень ограниченные. Первый из них – это никому не делать зла. И второй из них – соблюдать достигнутые соглашения, справедливые соглашения. Вы договаривались с отцом, что вы не будете его убивать? Нет. Подписывали бумажку, там, нотариально ее заверяли. Нет, такого соглашения нет. Следовательно, встает вопрос, когда вы его убиваете, вы причиняете ему зло? В этом смысле нет. Нет, потому что вы не действуете добровольно. Это понятно. А значит, когда законы говорят «убей отца», вы не нарушаете справедливости. Ну хорошо, а если государство приказывает убить отца? Ну так законы и государство – это одно и то же здесь. Ну окей. Мы же как бы… Есть же подтверждение того, что мы следуем законам. То есть мы же с государством… На ты? У нас соглашение с государством? Нет, у нас нет соглашения с государством, в том-то и дело. Сократ объединяет две вещи. С одной стороны, соглашение, мы до него еще не дошли. А с другой стороны, тот факт, что оно вас породило, и оно ваш господин. И как ваш господин, оно может вам приказывать все, что угодно. А, понятно, все это не было? Да, но оно не добровольное, а значит, не считается. Да. И еще, значит, вы говорили, что Сократ предотвращает развращение богатого господина здесь. Богатого, да, крестьянина, богатого отца. Да, которого побивали в этих облаках. Да, но это не один и тот же человек, просто речь идет о совпадении архетипов. Сократ возвращает сына крестьянина, Сократ не дает крестьянину «развратиться», в кавычках, конечно. Ну вот, так вот я хотела спросить, когда вы говорили, да, что предотвращает развращение, что вы имели в виду? Какое развращение впал Критон с самого начала? Купила храк? Да, не следует законам. Но он для него хочет просто спасти, чтобы тот, чтобы не... Нет, 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 смотрите. Цель Сократа – заткнуть Критона. Да. Заткнуть Критона можно, сделав его законопослушным. Да, и объяснив Критону, что Критон будет говорить, когда ему будут спрашивать, что это ты не спас друга? Что и делает Сократа. То есть Критон должен с одной стороны успокоить совесть, с другой стороны замолчать, и с третьей стороны знать, что уговорить толпе, когда толпа будет спрашивать. То есть это все массовые учения, направленные на массы. Это все часть пропаганды. С другой стороны забавно, а как, зачем, как бы, массе, в принципе, поднимать вонь по поводу того, что почему-то своего друга не спасает? Нет, нет, нет. Она же его и пригорит. Нет, о чем он беспокоится? О том, что Критон об этом говорит. Да, это очень важно. Это для Критона очень важно. Естественно, друзья Критона будут спрашивать, какой ты Критон, почему ты твоей матери, друг, если ты вот такое позволил? Но не все остальные. Вы абсолютно правы. Большинство приговаривает Сократа, но большинство же ожидает, что друг будет помогать другу. Или друг должен помогать другу. А значит, большинство считает, что Критон должен помочь Сократу вылезти из тюрьмы, или хотя бы попытаться это сделать. Большинство, которое уже немного отравлено маслом печенья. Тогда почему бы этому большинству не попытаться оградить Критона и его дружбу? Нет, 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 нет. Это дело Критона, а не большинства. Сократ же не друг большинства, а друг Критона. Дело в другом. Видите, как принципы, распространяемые и поддерживаемые большинством, из-за того, что они нерациональны, начинают противоречить друг другу? Это то, против чего выступает, в частности, Сократ, когда он говорит, что мы должны заменить эти иррациональные принципы рациональными непротиворечивыми. Да, истина, разум и душа. Истина, разум и душа. Мы вернемся назад. И когда Критон говорит, я видел корабль, который видел корабль, я знаю человека, который знает человека, который знает человека. Поэтому корабль придет сегодня. Рационально, абсолютно рационально, вслед за Сократом. Что ему противопоставляет Сократ? Сон. Я видел сон, да. Ты знаешь, я видел корабль. Не-не-не, я видел сон. Эта рациональность всегда инструментальна, даже для самого Сократа. Платон нам показывает, что Сократ не фанатик разума. Он просто использует разум в качестве лекарства от текущего развращения. Из-за чего развращает еще больше всех присутствующих, всех, кто поддается. Теперь ваш вопрос. Да. В общем, значит, когда вы говорили, что он предотвращает развращение Критона, да. Да. Там, значит, особые привязки к облакам, вот и сын, который бил отца, не было. Просто... Почему? Ну, там же сын бил отца... Смотрите, там богатый крестьянин, здесь богатый крестьянин. Там Сократ, здесь Сократ. Тут вопрос о побое, можно ли бить отца. И ответ, да, можно. Тут вопрос, можно ли бить отца. И ответ, нет, нельзя. А, все. При том, что на самом деле мы зайдем дальше. Есть ли у Критона сын? Есть. Его зовут Критобул. Это один из тех, кто назван его пологией раз. Помните, Сократ говорит, вот эти вот неразвращенные, да. И он же есть в экономике ксенофонта, где Сократ уговаривает Критобула следовать по стопам отца, а не пытаться заниматься всякой фигней. И там как раз под всякой фигней поднимается слушание комедий. В частности, облаков. Еще какие-то есть вопросы, замечания? Итак, законы первее отца. Отечество первее отца. Интересно, что это вопрос фактически курица или яйцо. Потому что вообще-то отец первее отечества. Потому что какой у вас отец, такое очевидно и отечество. А не наоборот. Надо либо его переубедить, либо исполнять то, что оно вели. А вот здесь вступает момент соглашения. Оказывается, можно переубедить законы или отечество. Либо исполнять то, что оно вели. А если оно к чему приговорит, то нужно терпеть невозмутимо. Будет ли то побой или околы. Пошлет ли оно на войну, на раны и смерть. Все это нужно выполнять, ибо в этом заключена справедливость. Вот оно, определение справедливости. Новое определение справедливости. Попробуйте его сформулировать. Справедливо это выполнять законы. Да, справедливо это делать то, что велят законы, если вы их не переубедили. То есть, если вы активно согласились с тем, что они абсолютно правильные. А переубедили, значит, типа как перестать на народное собрание? Конечно, да, изменить законы. Но, смотрите, вы говорите народное собрание, но это же не совсем так. Это в демократии вы должны переубедить народное собрание. А в олигархии – олигархов. А в тирании – только тирана. Законотворец-то разный везде, да. В общем, если не переубедать. Да, да, да. Заметьте, кого легче переубеждать? Толпу, нескольких или одного? Для философа. Одного. Одного, поэтому союз философии и тирании рождает идеальное государство. Итак, все, что требует государство – справедливо. Естественно, эта фраза… А если это требует зло? Оно по борьбе не справедливо, потому что справедливо. Нет, потому что вы делаете его недобровольно. Смотрите, это же классический вопрос о том, как вы можете подчиняться законам, которые вы не создали. Ну, просто здесь, как бы, справедливость и не справедливость, она переопределяется через какие-то… Морали. Ну, через… Левые шпики. Давайте, да. Вы не поверите, сейчас я вам все скажу. Книг, вот такая толстенное книжище «Государство», оно все посвящено определению справедливости. И угадайте, к чему приходится оклад в конце? Ни к чему, как и всегда. Потому что философия не отвечает на вопросы, а только углубляют их. Когда вы для себя ответьте на вопрос о такой справедливости, то есть справедливо ли убить отца по чужому приказу, справедливо ли подчиняться законам, которые вы не соглашались, на которые вы не соглашались или которые вы не создавали, вот тогда вы войдете, как я и говорил вам, уже в политику и станете идеологом. То есть станет понятно, вы правый, вы левый, вы консерватор, вы либерал, вы социалист. А значит, если отец нам приказывает убить там старшего сына или младшего? А точно так же, конечно. То же самое, да? Вы же не добровольно это делаете? Конечно. Ну то есть, блин, это не приказывает. Почему? Ну представьте, вот вы идете по улице и собираетесь выкинуть за одну пивную банку. Я подхожу к вам с оружием в руках и говорю, бросайте на газон. Ну понятно. Ну вот. Но он же не с оружием. Нет, что? Но он же не с оружием, допустим. Отец? Ну да, он просто так вот говорит. Отец может сломать вас пополам. И потом мы же находимся в прекрасной демократии прошлого. Конечно, он вооружен. Да. Представьте себе государство, которое судит человека, который совершил несправедливость под дулом смертельной опасности. Нет, ну а как же вот, если мы добавляем все-таки души, то у нас как бы ухи происходит эти муки. Нет, не происходит никаких... Это же не христианство. Не происходит никаких муку. Одной простой причине. Вы знаете, что вы этого не хотели. Да. А если вы не хотите... Национальность такая. Да. Ну да. Такая у вас окраска. Как и сейчас... Представьте. Давайте возьмем пример из классического либерализма а-ля Куга Гроцый. Падает метеорит... Да, я смотрю вас... Падает метеорит. Сейчас доберемся и до них. Как скажете? Падает метеорит. Вы понимаете, что если вы сейчас не оттолкнете старушку с коляской, он вас зацепит. Вы имеете право оттолкнуть старушку с коляской? Они-то полетят в метеорит прямо. Ну хорошо, давайте другой пример. Террорист стреляет из автомата калашника. Вы понимаете, что если вы сейчас спрячетесь за старушку с коляской, то они впитают в себя пули... Старушка старая, чай уже... А, с коляской. Там младенец, естественно. Она же не с тачкой, да? С коляской. А, то есть... Какой коляской? Да, да, да. Нет. Современная либеральная теория и классическая говорит очень простую вещь. Нет ничего ценнее вашей жизни. А значит, вы можете закрыться любым прохожим. Ну, если мы с старушкой закроемся, не так же, что там в коляске что-то погибло? Нет, как раз вы себя оправдываете. Как вы себя оправдываете? Вы правы не едете. То есть жизнь старушки и жизнь младенца что-то завершивает? Да, вот именно. Выживается наша жизнь и все остальные. И ответ. Ваша жизнь всегда перевешивает все остальные. Надо впихнуть вот это вот соблюдение, все-таки справедливого соглашения. Сократ пытается соединить несоединимое по понятным причинам. Справедливо ли рабу бежать от господина? Абсолютно справедливо. Он же никому не делает зла. Именно поэтому справедливо ли убежать от законов, которые тебя приговорили? Да, вы никому не делаете зла. Следующий шаг. Надо сделать так, чтобы это было несправедливо. Сократ говорит, соглашение. Ты своей жизнью согласился, что ты следуешь законам, поэтому сбежать ты не можешь, не нарушив справедливости. Еще раз. Надо либо переубедить, либо исполнять. Это и есть новое определение справедливости. Справедливость – это подчинение законам при условии соглашения на это подчинение. Которого нет. Заметь, ну пассивное соглашение. То есть вы не стали отрицать. Заметьте, что все это в пассивном залоге. То есть вы не стали отрицать эту пассивность, вы соглашаетесь, это пассивность. Сейчас через 10 строчек Сократ скажет прямо противоположное. И пассивность превратится в активность. И тогда от всякого человека будет требоваться не только пассивное подчинение законам, Но и активное им подчинение, иными словами, не только преданность, но и инициативность. Это и есть патриотизм. Нельзя отступать, уклоняться или бросать свое место в строю. Заметьте, это ровно то, что говорил Сократ в Апологии. Разница только, что Сократа в строй поставил сам Сократ, а Критона в строй поставила государство и законы. И на войне, и на суде, и повсюду надо исполнять то, что велит государство и отечество. Заметьте, это все еще послодательный залог. Надо исполнять. Или же стараться переубедить его и объяснить, в чем состоит справедливость. Итак, в чем состоит справедливость? Еще раз. В том, чтобы подчиняться государству и законам. О какой справедливости на самом деле речь? О естественной справедливости. В чем состоит естественная справедливость? Не конвенциональная, потому что конвенциональная состоит в подчинении и законам. А в чем состоит настоящее? И следующее. Если государство похоже на отца или господина, то какая аналогия здесь появляется? Что сын или раб должен что сделать? Либо подчиняться тому, что говорит ли вы господин и отец, либо переубедить его. Если вы разрушите, то вы убили собственного отца по собственной воле. Каким человеком вы стали при этом? Несправедливым. Когда он хочет изменить закон, а вы считаете несправедливым? Да, но вопрос в том, что справедливость заключается в подчинении. Вы можете считать законы ВПН несправедливым 25 раз. Вопрос, вы выполняете его или нет? Нет, я не уверен, что если вы можете попытаться переубедить, просто построить то, что тебе нужно. Да, но это значит, что вы убили отца. То есть добровольно стали несправедливыми. Теперь вернемся сразу к богам. А насчет естественной справедливости. А какая справедливость является естественной? Мы с вами говорили о совпадении естественной и общественной нерадхи. Зато они не совпадают. Да. Естественная справедливость подразумевает, что подчиняться нужно не законам и отечеству, а более лучшему человеку, чем вы. Что при этом понимать под более лучшим? Более душевным, более красивым, более родовитым? Это десятое дело. Естественная справедливость подразумевает, что худшие подчиняются лучшим. Решающий вопрос классической политической философии – кто лучший? То есть как мы определяем лучшего человека? А почему это именно естественно справедливость? Потому что это деление является естественным. Классическая политическая философия, в отличие от либеральной, исходит из классической понятной позиции – люди не равны. Равными может быть только одинаковая, нет двух одинаковых людей. Следовательно, если люди не равны, всегда есть какая-то иерархия людей. Она либо общественная, либо она естественная. И тогда встает вопрос, чем мы меряем эту естественную хорошесть. То есть естественная иерархия подразумевает, что у человека есть естественная цель. И что какие-то люди к этой цели ближе, а какие-то дальше. То есть какие-то люди более «человечные», какие-то менее «человечные». Естественная цель? Да. Типа в добродетели? Нет. Нам предлагают поверить, что она в добродетели. Да, нам предлагают поверить, что она в добродетели. Но на самом деле добродетель – это не добродетель. Добродетель – это превосходство. Если бы мы с вами прошли первую книгу «Государство», я бы сказал вам, что существует два типа добродетели. Они даже по-гречески звучат по-разному. Сафросюне, дикайосюне, с одной стороны, и Андрея и София с другой. Чувствуете, они даже звучат по-разному. Именно потому, что их два типа. Естественные и конвенциональные. Да, конечно, которые могут всегда меняться и будут всегда меняться. Это то, что говорит Флатон. Фукидид, например, говорит, природа человека состоит в трёх свойствах. Воля, ну или жажда власти, жажда наживы и жажда славы. Вот три качества человеческой природы. Соответственно, наиболее лучшим человеком будет тот, в ком эти качества вышли на первый план. То есть, в ком они добрали максимальную кинетическую энергию. Знаете, кто это? Алкивиад. Если вы читаете историю Фукидид. То есть, значит... Кто откинул всех ради себя. Ну, наученный Сократом. Значит, по естественной справедливости мы должны подчиняться... Не отцу, а лучшему человеку. Лучшему человеку, который стремится максимально... Нет, в котором человеческая природа отражена максимально. Который приблизился, естественно приблизился к естественной цели. Который уверен. А естественная цель это, типа, быть в топе? Нет. Естественная цель зависит от того, в чем заключается природа человека. Если природа человека заключается в воле к власти, воле к наживе и воле к славе, то тот, кто наиболее властен, да, тот, кто больше всего... Наиболее человечен. Да, наиболее человечен. И наоборот, какой-нибудь нищий, сидящий с продянутой рукой, в которого все плюют, это бесчеловечный человек. У Платона естественная цель определяется естественной добродетелью. Это больше не воля, не жажда, а слава, как у Фукидида. Это Андрея и София. Две естественных добродетели. Мужество и интеллект. Встает естественный вопрос. Почему их две? Как они взаимосвязаны? И какая из них выше? И для этого надо читать первую книгу «Государство», потом «Государство целиком», а потом «Тимея». Какие-нибудь еще вопросы? Пока мы с вами на волне. То есть, когда Сократ говорит о естественной справедливости, он имеет в виду те, кто... В первую очередь, сидят. Если вы верите тому, что Сократ говорит юношам, когда он их развращает. Ну да. То есть, на самом деле, надо копаться глубже, что имеется в виду. То есть, он приватный. Да, вот. Вот, вот. И причем не просто в приватной беседе, потому что это тоже приватная беседа. А в приватной беседе, например, с Платоном. А таких нет. А вот когда вот сейчас в нашем диалоге, он к чему проестественность? Конвенциональная справедливость, естественно, заключается в соблюдении соглашений. Вы уже согласились, поэтому вы не можете нарушить. Вы можете только изменить. Изменить на что? На другую конвенцию. Но, опять же, получается, что вы можете менять шило на мыло, на кошку и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В какую сторону менять-то? А это не важно. На самом деле, это важно. Сократ говорит, в естественную сторону. То есть, надо пододвигать общественную иерархию, естественную, к царям-философам, условно назовем это так. Но этого никогда не будет и невозможно достичь. То есть, он говорит Критону, что если ты хочешь менять режим, как тебя учит философия, царям-философам, надо поступать не так, как поступил Критий, уничтоживший государство, а надо действовать путем реформы. То есть, постепенной подмене общепринятых мнений неправильных на общепринятые мнения неправильные. То есть, на благородную ложь. Так а зачем Критону за это говорит? А потому что Критон останется. Это развращение Критона. Критон должен делать для философии то, что он может делать для философии. При жизни он мог давать деньги при жизни Сократа. После смерти Сократа он может менять общественное мнение. Чтобы менять общественное мнение, он сам должен верить в какое-то мнение, которое при этом он, а, не понимает, но, б, оно является более полезным, более правильным или более благородным. Я напоминаю вам, что слово благородное то же самое, что и красивое, да? То есть, благородная ложь – это красивая ложь. Чем те мнения, которые бытуют сейчас, которые убили Сократа. То есть, Критон не из тюрьмы Сократа должен вызволять, а должен всем говорить так, чтобы второй раз никакого Сократа в тюрьму не посадили. Сократ уже не может этого сделать на грани смерти. А Критон может, потому что он богатый человек, и, значит, его как богатого слушает большинство. Вернитесь назад. Люди в большинстве своем заботятся о деньгах, почестях и деньгах, да. Следовательно, тот, кто славен, отдален почестями и богат, тот является лидером общественного мнения. Критон как минимум богат. Видите, это спасение Критона, никакое не спасение Критона. Это развращение Критона, никакое не развращение одного только Критона. Это всегда превращение Критона в рупор спасения и развращения всех остальных. Когда толпа будет подходить Критону и спрашивать, почему ты позволил своему другу умереть, почему ты такой плохой друг, Критон, ретранслируя эти слова Сократа, будет развращать всех остальных. Если законы вступают в конфликт со справедливым соглашением. Если законы вступают в конфликт со справедливым соглашением, значит справедливое соглашение изначально было несправедливым. Потому что вы не подчинялись законом, когда его заключали. То есть, если вы подписали договор с ВПН-конторой о том, что она представляет вам ВПН, в момент, когда ВПН запрещен, значит вы уже нарушили закон, и соглашение не может быть справедливым. Хорошо, еще, может быть, какие-нибудь вопросы? Или на этом остановимся? Так, а, допустим, когда, получается, толпа подойдет к Критону и спросит, да, почему... Ты позволил своему другу умереть, да? Вот, получается, по мнению Сократа, то есть он должен им сказать, что я действовал... Он должен, чтобы спастись от мнения толпы, он расскажет им ровно то же самое, чем только что сказал Сократ. Ну, про подчинение. Да, что надо подчинение. Так это же правильная позиция для толпы. Толпа всегда должна быть патриотичной и всегда должна подчиняться законам. Быть законопослушной. А если ей что-то не нравится, она должна менять законы не путем переворота, а путем убеждения. То есть не быть насильственной. Что может быть хуже насильственной толпы? Ее не остановить, это ужасно. Именно поэтому толпа как раз должна быть максимально спокойной, тихой и законопослушной. Разговоры Сократа и Критона от шуток про Гумера перешли к более серьезным разговорам. И более серьезный разговор заключался в вопросе о справедливости. Заметьте, что серьезность этого разговора прерывается, подрывается тем фактом, что Сократ не говорит слово «душа», хотя именно о душе и идет речь. Идея классическая. Классическая в смысле, с которой мы уже знакомы. Сократ пытается убедить Критона, что существует душа, истинный разум. Таким образом, забота о душе является на самом деле поиском истины или поиском добродетели, потому что истинный добродетель – это одно и то же. Или, по крайней мере, они напрямую связаны. Таким образом, человек, ищущий добродетели, спасает свою душу. О какой добродетели идет речь? Сколько всего добродетелей? Давайте так. Одна. Нет. Две. Нет. Благородство. Благородство. Ну, как вы там уже называли? Типа происхождение. Нет? Нет. Добродетелей на самом деле много, но есть четыре основных. В том, что они существуют и каковы они согласны все представители классической политической философии. За исключением Фокидидера. Не трогайте Фокидера. Это, конечно, Сократ, Платон, Аристотель, Ксенофон. То есть вот эти ребята все согласны, что существует только четыре. Ну, не только, а основных четыре добродетели. Какие вы помните? Мудрость, мужественность, умеренность. И? И та, о которой идет речь в Критоне. Справедливость. Справедливость, правильно. Я бы предпочел, конечно, чтобы вы их сгруппировали соответствующим образом, как группировал их Платон или как группировал их я, когда цитировал вам их греческие названия. То есть оригинальные названия. Но такой список тоже сойдет. Умеренность. Умеренность. А умеренность? Это как бы во всем какой-то средней механизм или как? Умеренность – это то, чем Сократ не обладает в апологии. В первую очередь, умеренность имеется в виду в еде, питье, сексуальном удовольствии, ясне и так далее. Затем уже умеренность в общении, умеренность в идеях и тому подобное. Да. Когда мы говорим о добродетелях, мы говорим о греческом слове «арэте». Греческое слово «арэте» не имеет никакого отношения к русскому христианскому слову «добродетель». Потому что в слове «добродетель» есть слово «добро». Наиболее подходящий русский перевод – это превосходство. То есть «арэте» – это то, чем вы превосходите других людей, других свободных людей, естественно, в наиболее важных областях жизни – общественной и личной. Умеренность – это то, что делает вас лучше других в личных вопросах. И в вопросах коллектива, конечно же. Справедливость – это то, что делает вас лучше других всегда в вопросах коллектива. Потому что справедливость – это всегда по отношению к другому. Мужество – это то, что делает вас лучше других в вопросах войны. То есть, почему вы не умерли в сражении? Помните, да, Хелефон спрашивает Сократа, как это ты не умер? Почему вы не умерли в сражении? Ответ, то есть, почему вы оказались лучше, чем мертвецы, чем те, кто не пережил сражение. Ответ – вы оказались мужественными. И, наконец, последнее. Интеллект или мудрость, по-гречески мудрость, я иногда называю интеллектом для простоты, это, конечно же, тоже личное добродетель. То есть это то, чем вы превосходите других по отношению к самой важной части, с точки зрения греков, самой важной части человека – интеллект. Эти четыре добродетели очень сложно определить, очень сложно понять, какое у них взаимоотношение. Но в данном конкретном диалоге речь идет только о лимитированном определении лимитированного списка. Список этот состоит из скольки добродетелей? Из одной справедливости. Критону не до умеренности, критону не до мужества, критону не до мудрости, по понятным причинам. Но критону есть дело до справедливости, потому что критон волнуется о том, что подумает о нем другие. То есть справедливость – это добродетель всегда по отношению к другим. Что мы знаем о справедливости? Мы знаем о справедливости два примера справедливости и одно определение о справедливости. Что это за примеры и что это за определения, которые Сократ навязывает критону? Примеры – это исполнять законы. Не отвечать зловом на зло, соблюдать справедливую соглашение. Да, это два примера. Определение. Определение, очевидно, должно включать в себя оба эти примеры. Делать то, что велит тебе государство. Делать то, что велит тебе государство и закон. Сократ блестяще решает эту проблему, потому что если критон вершит несправедливость, давая Сократу остаться и умереть, он вершит ее почему? По принуждению. И, следовательно, не вершит никакой несправедливости. Потому что вершить несправедливость можно только зная, то есть добровольно, о чем Сократ и говорит. Если вас принуждают, никакой несправедливости вы не вершите. Это определение справедливости очень интуитивно и понятно и укоренено в психологии человека в общем и целом. То есть большинство людей готовы снять с себя ответственность, учитывая, что эта ответственность наложена на них ультимативно насильственным образом. Сократ комбинирует два этих примера, рассказывая о законах. Он приводит два противоречивых подхода к пониманию того, что такое закон. Первый подход – это предположение о том, что закон является господином или отцом над человеком. Иными словами, если вы родились под законом Х, вы во всем обязаны закону Х подчиняться. И у вас нет никаких прав и никаких возможностей сопротивляться тому, что приказывает закон. Тут встает проблема. Проблема, которую Критон обозначает и которую мы знаем. Что делать, если закон несправедлив? И тут выходит второе определение закона, второй подход к пониманию закона. Понимание закона как соглашению. Если закон – это соглашение между людьми или между человеком и законом. Таким образом, люди всегда могут изменять законы, если те им не нравятся. Понятно, что между господином и рабом, сыном и отцом никаких соглашений нет. И изменять нечего. Именно поэтому эти два подхода являются противоречащими друг другу. Но именно тот факт, что они противоречат друг другу, то есть на самом деле закрывают недостатки одного один другого, получается, что Критон не может ничего сделать. Почему? Потому что если он считает, что закон, согласно которому Сократ должен умереть, несправедлив, то он должен ему подчиниться. И тем самым, так как он подчиняется под насилием, он не является несправедливым. Если же Критон верит, что такой закон справедлив, то Критон согласился его соблюдать. Иными словами, Критон остается справедливым. В любом случае, Критон должен подчиниться закону. И в любом случае, какому бы закону он не подчинился, он останется справедливым. Почему одного определения соглашения недостаточно? Ты типа согласился, поэтому все нормально. Кто нас спрашивал. Да, да. Два вопроса. Кто вас спрашивал, то есть как получилось так, что вы дали свое согласие? Об этом Сократ, я не помню, говорил уже или нет, но он об этом еще поговорит, как он дал свое согласие. То есть вы дали свое согласие фактом своего рождения? Если закон это то, на что мы все согласились, если закон есть результат соглашения, то очевидно, что каждый индивид, согласившийся этот закон исполнять, в любой момент может что сделать? Конечно, выйти из соглашения и сказать, ребята, screw you, I'm going home. Я так не играю. И выйти. И отказаться подчиняться. Мы видим проблему еще глубже, потому что мы читали ксенофонта и знаем, что великий политический ум Перикл не отличает согласие большинства от согласия меньшинства. Все, что вас принуждают делать, не убедив, не является законом, а является насилием. Закон не может быть насилием, поэтому то, что является насилием, не является законом. И тут вступает второе определение закона. Закона как отца, закона как господина. Он всегда является насилием. Поэтому, если вы говорите, я сейчас выйду, потому что мы согласились, закона говорит, не, 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 подожди. Ты родился, закон это твой отец. Никуда ты не выйдешь. То есть родителей сменить нельзя. Господина тоже нельзя сменить, если господин не готов вас сменить, конечно же. Критон оказывается в ловушке. Для Критона это конец, для нас с вами это только начало. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что эти два определения закона противоречат друг другу. И тогда встает вопрос, какой из них верное, а какое неверное. Мы уже более или менее видим слабости обоих. Какое является верным? Какое, давайте я переформулирую, какое является истинным? Какое из них является истинным? Вопрос тогда встает совершенно другой. Какое из них является удобным? Подождите, удобный для кого? Когда вы спрашиваете удобный для кого, на самом деле вы всегда спрашиваете удобный когда. То есть решающий вопрос, это вопрос времени. В какой ситуации? Да. Этот вопрос уже является философским. И этот вопрос, очевидно, не принадлежит беседе с Критоном. Мы можем с вами совместно подумать. И давайте, раз уж вы ответили на него, объясните, почему вы ответили на него. Именно таким образом. Удобный, соответственно, я подумала удобный для власти. А, удобный для власти. Есть ли неудобства какие-то? У закона, как у отца. У закона? Да. У подхода к определению закона, как к определению господина. Отцы бывают плохими и несправедливыми. Да, да. Это большая... Смотрите, если вы заботитесь о своей душе, первое, что вы должны делать, не совершать несправедливости. Получается, что забота о государстве оказывается впереди вашей заботы о душе. А, следовательно, получается, что вы оказываетесь в состоянии раба. Угадайте, может ли свободный человек быть рабом. Стать рабом – это катастрофа. Это значит, что вы перестали быть человеком. Именно поэтому Сократ и приводит пример раба, чтобы Критон понимал, о чем идет речь. Чтобы мы с вами понимали, о чем идет речь. Подчиняться всяким законам, которые выпускает государство, превращая подчинение всяким законам, превращает вас в раба. То есть лишает вас человечности. Это большая беда. Если вы заботитесь о своей душе, и закон приказывает вам вершить несправедливость, это серьезная проблема. Но мы же говорим, что душа, Сократ, эта концепция... Вы перескакиваете. Во-первых, вас спасает Критона. Каким образом? Он говорит, всякая несправедливость, которая вершится из-под палки, не является несправедливостью. И второй момент. Конечно же, эта концепция является массовым учением, или популярным учением, а не является философским учением. Но проблема в том, что любое государство – это массовое государство. То есть государство всегда нуждается в популярном учении. Оно никогда не философское. Государство философов состояло бы из трех с половиной человек, два из которых уже давно мертвы. Что вы не поняли в дождь куда-то? Ну, как мы все рассуждаем, включая это понятие души и мораль, составляющая, но при этом, если мы говорим о философии Сократа, как бы вот... Как философии? Как мы обсуждали, там этого нет. Если этого нет, у нас отличный выход тогда. Тогда оказывается, что никакое государство, никакой режим не является хорошим. Или, отвечая иначе, все режимы являются абсолютно одинаковыми. Философы – обязательницы. Нет никакой разницы между нацизмом и коммунизмом, между демократией и тоталитаризмом, между олигархией и авторитаризмом. Они все абсолютно одинаково серы. Как философы ужиться с этими в таком... Да, решающий вопрос. Это вопрос о выживании. Какой режим наиболее благосклонен к существованию философов? Если говорить про восстание, когда, допустим, обществу не нравится текущее положение дел, то при этом мы должны обращаться к закону и смотреть, можно ли мы? Нет. Закон государства всегда говорит «нет». Нет. Если закон... Вы можете, если закон – это соглашение. И тогда референдум. То есть тогда большинство говорит, вот либеральная классическая традиция. Большинство говорит «не-не-не-не, подождите, нам не нравится, давайте мы все переделаем». Если вы принимаете закон как соглашение, это оказывается справедливым. Но опять же, тут возникает проблема. Справедливо ли нарушить справедливое соглашение? Ответ «нет». Но важно. Ведь Сократ говорит, справедливость состоит в том, чтобы соблюдать справедливое соглашение. Нет, 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 подождите. Мы не настаём как референдум. Нет, нет. Вот оно уже не является справедливым. Вот. Какое соглашение мы можем нарушить, не нарушая справедливости? Несправедливое. Несправедливое. Поэтому мы объявляем ранее достигнутое соглашение несправедливым постфактум. И таким образом мы можем сказать, что мы не нарушаем... Критон не может этого сказать, потому что для этого надо слишком много думать. Потому что очевидно, что то соглашение, которое вы заключили до этого, является справедливым. И вы не можете его нарушить Именно потому, что вы не можете нарушить Совершить несправедливость У вас был какой-то вопрос Да, я хотела К Сократу просто вернуться Говорить, что Сократ спасает Критона Тем, что говорит Вы сказали две вещи Ну что, вот первое Что каждая справедливость Вершающая из-под палки не является справедливой Ну это два примера справедливости Ну да, понятно А вот каким, получается, образом он его спасает Когда Критон выйдет из тюрьмы После смерти Сократа К нему подбегут друзья Критона И спросят, Критон, какой же ты друг Если ты дал Сократу умереть Все, что тебе требовалось, это немного заплатить Тебе что, жалко денег? То есть Критон заботится О чем он прямо говорит О себе, о собственной репутации Репутации в глазах кого? В глазах большинства Поэтому Сократ использует Критона Угадайте, для чего? Для пропаганды общественного В чем эта пропаганда заключается? В том, что большинство всегда должно быть законопослушным Критон объяснит своим друзьям и большинству Что хороший человек, заботящийся о справедливости Должен быть законопослушным всегда Почему? Потому что большинство должно быть законопослушным всегда Да, если большинство узнает истину о том, что истины не существует Наступает анархия А если он признает несправедливым Критон и правда признает несправедливый суд над Сократом Но эта несправедливость, которую вынуждает Критона сделать государство Убивающий Сократа и не дающий Сократа спасти Является какой? Вынужденный А значит Критон не совершает никакой справедливости А Сократ пытается убедить Критона, что он на самом деле совершает несправедливость Если он его вытащит, то он совершит несправедливость Да, да, вот наоборот Если Критон его вытащит, он совершит несправедливость добровольно То есть по-настоящему То есть разрушит свою душу Перестав быть добродетельным, да Пару, как момент Конечно Не знаю, бывает такая греческая традиция Просто в диалогах Сократ часто упоминает отношения отца с сыном Раз господин По отношению к богам тоже Кстати говоря, по отношению к богам Спасибо, что напомнили Что говорит Сократ о справедливости как не вреде другому Давайте мы прочтем, почему нет 49С Делать зло должно или нет? Начните с этого Так что же, Критон, делать зло должно или нет? Разумеется, не должно Сократ А воздавать зло за зло, как это утвердает большинство Будь несправедливо или справедливо Никоим образом Потому что делать зло людям или поступать несправедливо Разницы нет никакой И перейдите страничку Ты прав Итак, делать зло людям или поступать несправедливо Разницы нет никакой Какое здесь ключевое слово? Людям Людям Делать зло богам не значит поступать несправедливо Только по отношению к людям зло и несправедливость совпадают. Поэтому Сократ исключает собственное нечестие из несправедливости. Да. Извините, что поднимал вас. Ничего страшного. Вопрос такой. На всем протяжении текста, такие примеры по поводу отношения отец с им прав. Господин, да. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это было бы принято в обществе? Или это просто Сократ исключение? Нет, конечно, это классическое патриархальное рабовладельческое общество. Это абсолютно нормальные примеры. Отец может сделать сыном все, что захочет. И господин с рабом все, что захочет. Ну, тогда почему-то вопрос по поводу рабства. То есть, даже почему режут слух эти примеры по поводу того, что объясняют. Приводят, что ты там, ну, он приводит, а вот я разговаривал с законом. Да, 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 да. Мы это и обсуждаем сейчас. Да, инклюзивный диалог вот. Они по отношению ко мне там. Как господин, да, или как отец, да. Хорошо ли, то есть, ну, у него много таких подобных. Хорошо ли, почему самоубийцы нельзя совершать там, потому что так и так. Ну, по отношению к богам, то есть, грубо говоря, к высшим силам, богам, как рабы, там, по отношению к господам. Была бы приятность этого рада на себя. На себя. Да, на себя руки наложил, какой выдох. То есть, тебе бы принесло. То есть, ну, вопрос следующий. Если это нормально, то, может, за критоном это тоже как бы... Нет, это абсолютно нормальный и хороший пример. Да, да. Только проблема с этим примером уже указана. Его недостаточно для того, чтобы заставить критона подчиняться. Потому что он ультимативно все-таки ошибочен. Поэтому придается второй пример. Закон не как господин над рабом, а закон как соглашение. И вот тогда вместе они соединяются. Да, ты согласился, и он твой господин. Поэтому ты делаешь все, что он велит, но не потому, что тебя из-под палки бьют, а потому, что сам на это согласился. То есть, когда вы говорите, что он этим спасает критона. Давайте по-другому. Я говорю, спасает, вы цепляетесь за это. Ну, нет, нет. Сейчас. Он дает критону возможность рассказать всем остальным, почему критон... Объяснить всем остальным, логично, почему критон не спас Сократа. Да нет, это понятно. Нет, я имею в виду, что... Почему он именно вот об этом говорит? Он говорит, что он как бы сам согласился с этим. Сократ. Да, Сократ. Это наращение справедливое или что? Сейчас Сократ будет говорить о себе дальше, мы же не досчитали до конца. С одной стороны, он скажет, я согласился. Я не протестовал. Помните, вы же всегда можете изменить соглашение, если оно справедливое. Да. Никогда я не пытался этого сделать. Возникает вопрос, как Сократ мог бы это сделать? Какой ответ? Ставь тираном. Нет, это плохо. Ставь тираном значит погубить строй. Стать тираном значит убить отца. Как? Убедить. Ну, кого убедить-то? Большинство. Правильно. Нет, большинство, большинство. Законы принимает большинство. Что значит убедить большинство? Это значит выйти на агару во время народного собрания. Что значит выйти на агару во время народного собрания? Это значит войти в политику. Сократ в апологии объяснил нам, почему честный человек не может пойти в политику. Поэтому, соединяя эти два диалога, мы прекрасно понимаем, почему Сократ никого никогда не хотел переубеждать. Мы подходим к серьезной теме, более или менее серьезной теме. Почему-то Сократ пытается убедить некоторых своих слушателей, и нас в том числе, что философ не может выступить против большинства, что философ не в состоянии убедить большинство. Почему философ не в состоянии убедить большинство? Нам кажется, что философ не в состоянии убедить большинство, потому что он вообще не в состоянии никого ни в чем убедить. Он может их убедить только в том, что истины нет. То есть, раз убедить то, во что они верят. Философ не может выдвинуть вперед никакого позитивного учения, потому что нет никакого реального позитивного философского учения. Он может вселить эту веру, мол, истина есть и надо заботиться о ней, о разуме и о душе, выдвинув публичное учение, но это не имеет никакого отношения к философии. И значит философ, выходящий вперед, то есть становящийся политиком, перестает быть философом. Ответ на вопрос делает человека автоматически удаленным от философии, максимально удаленным от философии. То есть вы делаете вид, когда вы отвечаете на вопрос, что вы знаете, но не знаете. И в этом разница между величайшим политиком, к которому пошел Сократ, и Сократом. Именно поэтому Сократ и начинает с политики. Политики знают ответы на вопросы. А как мы вышли на вот это изменение? Можете философ изменить? Это было пять минут назад. Был вопрос, почему Сократ согласился на эти самые законы. То есть почему он их не изменил, если они вот так не нравились? Мы на мой вопрос не ответили тогда. Подождите. Еще раз давайте. Давайте. Может быть я отвлекся? Может быть не я один сегодня проснулся не в той ноги? Да, давайте. У меня вообще изначально был вопрос, к чему он говорит про то, что вершающий из-под палки справедливость не является справедливостью. То есть справедливостью. Не справедливостью. Да. Зачем он это Критону говорит? Чтобы Критон понимал, что... То есть получается, что вот тот закон, который есть, он справедливый. Несправедливый, потому что... Что исполнение закона, которое Критону кажется несправедливым, на самом деле таковым не является. Почему? Потому что государство его принуждает. А-а-а. Критон приходит к Сократу и говорит, Сократ, мы все знаем, что тебя судили несправедливо. Давайте начнем с этого вопроса. Сократа судили несправедливо? Сократ не совершал двух преступлений, в которых он был обвинен и за которые был казнен. Ну, по правде справедливо. Вот. По правде справедливо. Поэтому, смотрите внимательно. И Сократ об этом знает. Поэтому, когда Критон говорит, тебя судили несправедливо, побежали. Сократ не может сбежать. Почему? Потому что он осужден абсолютно справедливо. Осужден самим собой. Да, как вы помните. Он не может отменить собственного решения. Почему? Потому что тогда он признает что? Что он ошибался. Он не может ошибаться. Поэтому нужно убедить Критона отстать. Ну, нельзя сказать ему, Критон, ты знаешь, я реально развращал молодежь и не верил в богов. Потому что у Критона тогда взорвется глава. Потому что Критон все время и был тем самым развращенным молодежью. И у него сын есть, Критобул, которого Сократ все время развращал. Поэтому нужно убедить Критона, чтобы тот отстал. Естественно, с целью помочь Критону. Критон думает, что Сократ осужден несправедливо. Поэтому Критону нужно убедить, что бездействие по отношению к несправедливости является справедливым. Ну, ясно. Так, а теперь такой вопрос. Значит, вот это вот то, что вы про Сократа сказали. Мы государство сегодня говорить не будем. Он говорит, нет, просто вот надо... Не-не-не-не, я только рад. Это очень хорошо. То есть, получается, Сократ у себя в голове сам знает, что его справедливо осудили, так? Если мы читаем Апологию так, как мы ее читали, у нас нет другого выхода, кроме поверить в то, что Сократ осужден за дело абсолютно. Но вот когда мы читали Апологию, у него как бы была цель просто своя. Да, да. Но он сам осуждает себя. Получается же так. Может ли он сам себя осудить несправедливо? Ясно. Еще какие-нибудь... Давайте еще выдавите из себя еще вопросы. То есть, он как? Он, типа, там, внутри себя саморефлексирует и такой, блин, я же не могу себя несправедливо осудить, знаешь? Нет, 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 нет. Смотрите. Ну, я что? Конечно, мы не знаем, что там внутри происходит. Да? Это мертвый, ненастоящий человек. Это персонаж в книжке. Понятно. Но мы понимаем, что он осужден справедливо, потому что это ровно то, что делает философия. То есть, Сократ показывает нам, что это то, что делает философия. То есть, стоит вопрос, то, чем занимается философия, это несправедливо? Ага, вот, значит. А, это правильно или под подавка вопроса? Абсолютно верно. По отношению к государству, по отношению к другим. Нельзя задать вопрос справедливо по отношению к себе. То, чем занимается философия, это справедливо по отношению к другим? Решающий вопрос. И если ответ нет, Сократ осужден за дело. Если ответ 2, да, Сократ осужден не за дело, Сократ осужден безвинно, и он Христос, зашедший на крест. Но он-то философ, значит, за дело. Если вы считаете, что философия действительно несправедлива. По отношению к государству, это насправедливо? Ну, к коллективу, конечно, не по отношению к самому себе. Нет, он достиг своей цели, это правильно. В какой-то мере достиг своей цели. Но смотрите внимательно. Эта цель справедливая или эта цель несправедливая? Если бы мы с вами открыли государство, я бы постарался показать вам решающий момент, где мы отрываем справедливость и умеренность от настоящих добродетелей. И тогда у вас вообще не стоял бы вопрос о справедливости. Именно поэтому у Критона и стоит вопрос о справедливости, что он не принадлежит к философам, он не принадлежит к философскому кругу. Для Сократа вопрос о справедливости не стоит вообще, потому что справедливость – это не добродетель, не настоящая добродетель. Это важнейший момент, до которого мы с вами никогда не дотянемся, к сожалению. Я в прошлый раз говорил вам, четыре добродетели – Софросюна Дикаясюне, Андрея София. Вы чувствуете, что даже названия их по-гречески разделяют их на две половины? Одни из них настоящие, другие нет. Одни из них естественные, другие – искусственные. Одни из них являются изменяемыми, а другие – нет. Попытка найти естественный стандарт – это попытка найти стандарт, который не изменяется. Природа человека неизменима. Потому что если природа человека изменима, то то, что вы изменили, уже не человек. Как же идея эволюции? Во-первых, какая идея эволюции в 400-м году дана шея? Шаг номер раз. Шаг номер два. Прошло две с половиной тысячи лет или сто тысяч лет, скажем, если вы берете эволюцию человека в широком смысле? Изменилась ли природа человека? Ответ – нет, она не изменилась. Те основные качества человеческой природы, которые, например, выделяет фукигид, Властолюбие, корыстолюбие, неволюбие, да, да, и жажда славы, они ни уши никуда. Ткните пальцем в человека, который не является властолюбивым, корыстолюбивым и жаждущим славы. Природа человека – это философия сакалия, такое понимаете? Да. Я понимаю, что… В классической политической философии – это опорное понятие, да, природа человека. А потом, типа, были такие мнения, что не существует… Конечно, либерализм и особенно социализм говорит, нет, никакой природы человека не существует, человек очень пандатлив. Социализм номер один в этом плане. В бытие формируется знание. Это значит, что природа человека зависит от того, в какой ситуации человек находится и растет. Это значит, что если мы изменим эту ситуацию, мы изменим человека. Короче говоря, не считается существом, как на крайнем человеке. Это абсолютно… Да, да, это пластилин, пластилин. Но именно поэтому позиция природы человека существует – это консервативная позиция. А можете туда еще рассказать, почему, значит, Сократ не считает, что справедливость – это добродетель? Для этого надо читать первую книгу «Государство», как я и задумал. Как связаны вот законы и добродетели? Закон и справедливость связаны напрямую. Закон существует ведь не для одного человека, а для кого? Для общества. Большинство не может обладать естественным добродетелем, но чтобы жить в обществе, ему нужна искусственная добродетель. Это искусственная добродетель, справедливость, зависящая от закона. Повиновение закона делает вас справедливым. Есть ли еще какие-то вопросы? Да. Конечно, давайте. У меня есть вопрос, и я хотела уточнить, вы там говорили, что, значит, сейчас, про то, как Сократ сам себя судил, и про занятие философии. Ну, я же пытался вам показать, что… Вот вы можете еще раз, пожалуйста, попытаться показать? Нет, сейчас, подождите, может быть, я не про то скажу. Я пытался вам показать, что справедливость вообще не имеет никакого отношения к философии. Именно поэтому она возникает в разговоре с Критоном. И вы спросили, как? И я сказал, что единственный способ – это прочесть первую книгу «Государство» и показать вам, как. Понятно, это еще до этого было. До этого было, тогда вспоминайте. А про то, что, значит, Сократ как бы сам себя судил? Да, но он не может сказать этого Критону, да? Почему? Потому что получится, что Сократ добровольно совершил что? Несправедливость. Иными словами, Сократ оказывается каким человеком несправедливым? Ведь он сделал это добровольно. То есть Критон думает, его засудили насмерть убийцы. Но Сократ не может сказать этого Критону. Потому что тогда встанет вопрос, как это ты сам себя несправедливо осудил? Объяснить Критону, что Сократ осужден справедливо, значит сказать Критону, что наркоторговец все время торгал наркоту ему и его сыну. Это нельзя сделать. Поэтому Сократу приходится придумывать и выкручиваться и создавать новый прецедент для Критона. Совершенно другое, чем то, чем философия занимается на самом деле. Или чем то, что Сократ думает на самом деле. Все это сказано для Критона и для нас с вами. В том смысле, чтобы мы попытались разобраться глубже и задались теми вопросами, которые... Справедливость не имеет никакого отношения к философии. Или иными словами, философия всегда оказывается несправедливой. Что отражает справедливость, спросите вы? Я отвечу вам. Справедливость отражает то, что сейчас называется ценностями. То есть мы считаем справедливым нечто, потому что мы это ценим. Ультимативные ценности – это моральные, конечно, ценности. В этом нет никаких сомнений. Если мы считаем, что философия оказывается несправедливой, то философия оказывается не связанной с ценностями и оказывается просто аморальной. Философия аморальна с самого начала. Именно поэтому философ разозвращает молодежь. А как называют тех людей, кто занимается моральными вопросами? Идеологами. Идеологами – это хороший ответ. Нет, они действительно занимаются этими вопросами морали, но, опять же, они же не отвечают на них. Да. А если они отвечают, они становятся идеологами или входят в политику. То есть, если на вопрос убить маленькую девочку морально или аморально вы отвечаете, то вы пожаловаете в политику. Именно поэтому философия оказывается либо трансморально, то есть надморально, либо, проще говоря, аморально. И несправедливо. Я могу сказать асправедливо или транссправедливо. Но идея вся та же. Для большинства она просто оказывается несправедливой.